То есть, откуда озеро, зеркальная его поверхность, знает о том, что там вдалеке где-то есть облака. Они же далеко, облака, да. То, что деревья отражаются, это понятно. А как облака туда попадают, вроде как непонятно. Ну, хотелось бы подетальнее ваши варианты ответов, кто готовы. Зеркальная поверхность. Ну, давайте здесь еще, наверное, добавлю такую вещь. То, как я пояснял, информация более всего впитывается... Если по нарастающей прослеживать, сначала это вода максимально информаемкая, дальше идут кристаллы камни, дальше идут... Ну, уже спектр становится более широким. И почва имеет информацию, и деревья, и все, что вас окружает, все это обладает информацией, но уже не в такой плотной форме. Соответственно, когда эта гладь находится... Эта гладь отображает не то, что... Ну, вот как у вас это в физике, да. Угол падения равен углу отражения. Ну, это как бы вообще ни о чем, по-моему. Если мы берем, что вот эта поверхность воды обладает информативной возможностью, то она вбирает в себя не только то, что непосредственно возле нее, а абсолютно все вокруг. То есть она является, ну, частью вселенной. Частью всего-всего вокруг. И, естественно, она вбирает в себя и те облака, и самые маленькие вокруг, и те, дали там, какие-то деревья. И все, что поблизости, она все абсолютно вбирает в себя. Но открывается это только тогда, когда появляется эффект наблюдателя. То есть до этого момента все находится, вот как я пояснял, в такой форме. То есть все вот это, условно говоря, озеро со всеми окружающими облаками, деревьями, камнями и так далее, и так далее. Оно все находится в таком программном, или как это сказать, вибрационном, что ли, частотном каком-то диапазоне. Ну, так же, как я пояснял, кинофильм на вашем экране телевизора Секунду назад был еще вот в этом поле, в этом виде, в виде каких-то вибраций, радиоволн. Через мгновение вы нажали кнопочку на пульте дистанционки. И вот это поле переходит под действием уже каких-то технических приспособлений, переходит на экран телевизора, на физический план. И перед вашими глазами появляется изображение, и вы начинаете смеяться, плакать, возмущаться, то есть как-то реагировать, взаимодействовать с этим физическим проявлением. Нажали кнопочку назад, оно исчезло. Отсюда опять ушло вот в этот вид. Но от того, что вы нажали или отжали кнопочку, здесь вообще ничего не поменялось. То есть этот фильм могли одновременно включить миллионы людей на своих телевизорах, и здесь ничего бы не поменялось. У всех на экранах здесь появился бы фильм этот, и потом так же сам я ушел бы назад. То есть вот то, что вы вокруг видите, как вот это озеро зеркальное, со всеми отражениями, оно все находится как кинофильм вот в этих частотах, или в этих проявлениях, в этих тонких телах. Слов, я не знаю, какие подбирать, много разных высказываю, чтобы вам понятнее было. Но мне легче показывать. То есть вот здесь это все находится. Все, что вы видите вокруг себя сейчас, это все вот здесь находится. А под влиянием вашего внимания проявленного, оно переходит на физический план. И вы, в случае с кинофильмом, вы начинаете хохотать, плакать, возмущаться. В случае с, ну, скажем, вашим стулом, на котором вы сидите, оно становится вашим стулом. И вы его ощущаете. Или там вашим телефоном, которым вы пользуетесь. это все становится физическим воплощением. И вы в этом убеждаетесь многократно. И тактильно вы это ощущаете, и зрительно, и на слух. То есть по множеству признаков вы понимаете, что в ваших руках ваш айфон какой-то. Но если ваше восприятие в данный момент изменить, ну, то есть под гипнозом, скажем, изменить, сказать, что нету ничего в ваших руках, вы ничего не будете ощущать. То есть он исчезнет из вашего поля внимания. То же самое это касается и всего, что вокруг вас. То есть на какое-то короткое время, как я пояснял, это возможно надолго, это не получится, потому что по пробуждении все окружения, окружающие люди вас, вас снова быстро поставят на место, включат в эту колею общего мнения о том, что огонь горячий, лед холодный, и все, вы опять поехали вместе со всеми. но все, что вокруг вас, как я сказал, постоянно находится в первую очередь вот в этом состоянии, в физическом воплощении только под действием вашего внимания. как только внимание ослабевает, оно здесь исчезает, но и тут оно не появляется, оно здесь так всегда и было. Так же самое, как и вы, воплотившись вот в это физическое тело, сидя на небе, до этого вас не было этого тела, были только вот эти оболочки, вы оделись в это тело, но оболочки вокруг вас, они так и остались, просто добавилась еще физическая плоть. А потом, когда вы устали жить и уходите, физическая плоть начинает рассыпаться, а эти опять остаются точно так же, как и были всегда. То есть, вот эти все поля вокруг вас, они всегда были, всегда есть, никуда не исчезают, а меняется только чисто физический план, вот это самое плотное состояние только меняется, поэтому все